Ладно, доброе утро. Сегодня мы с вами будем заниматься не научным питоном, а питоном, не знаю, бюрократическим или каким-то таким. В общем, будем учиться делать пакеты питоновские и писать тесты. Если еще на что-то хватит время, может еще чем-нибудь займемся, таким, какую-нибудь, не знаю, задачку решим, чтобы показать полезность использования функции класса, потому что показывает практика, полезность не всем очевидна и понятна. Ну, если не хватит времени, то и ладно. Значит, я вам напоминаю, что я в течение недели, строго до следующего занятия, ну, то есть лучше, чтобы это не было там 8.55 или что-то такое, а было как бы, ну, хотя бы вечер. Какого числа получается? Шестого, да? Шестого числа? Вот, то есть строго до седьмого. Жду от вас чего-нибудь, чтобы у меня прислали на почту, либо какой-нибудь архив. Рары не посылайте, пожалуйста, мне прям больно смотреть на рары. Вот. Ну, потому что рары – это отвратительно. Вот, если в двух словах. Это проприетарный архиватор, который, вообще говоря, платный, и который не лучший на рынке, и непонятно, зачем им пользоваться, чтобы запаковать 10 километров. Вот. Если уж вам так хочется запаковать, используйте то, что использует индустрия, в лице, например, Adobe, используйте LZMAC, который пакует там лучше, чем RAR, но при этом он свободный и хороший. Многопоточный, например, умеет работать. Но неважно, я не хочу обсуждать. Чтобы вы смогли там улучшить как-то свой код. То есть, вот, мне кажется, это будет всем полезно, с одной стороны, а с другой стороны я смогу проставить эти ведомости. Честно. То есть, соответственно, кто ничего не пришлет, тому ничего не поставлю. Поэтому все должны что-то присылать. Вроде верно, что это не перестал. Не, я вот конкретно по этому задеваю, потому что я лезь, скажу, что вы. Я, может, это было назначено, там, вначале закупляем, так, и я думаю, что это не будет. Ну, в общем, да, в следующий раз просто план сместится. Я бы тоже хотел, чтобы этот дедлайн был после сегодняшней пары, потому что, может быть, вы начнете еще им делать, что я сегодня расскажу. Ясно, начнете, хорошо, но это не обязательно. Вот. И, естественно, как бы сдать можно, как я уже говорил, в любой момент, хотя я сомневаюсь, что кто-то это сделает, но тем не менее. То есть, не обязательно ждать за счет на неделе. Вы можете начать сдавать, когда хотите. Вот. Ну, прописано, значит, должно что-то печатать или показывать граффити, не должно падать. Вот, да, вот что-то такое. То есть, это должен быть... То есть, там это не требует, не должно быть. Ну, да, но это требует, чтобы он запускался, работал в питоне 3. Вот. Если вы вдруг почему-то пишете на питоне 2, ну, есть способы сделать, чтобы он запускался на питоне 3. Так что я буду проверять на питоне 3. Вот. Если там какие-то непонятные... Как это запускается по-особому, ну, напишите мне понятным языком, как запустить. Потому что к зачетному проекту все должно быть, там, более четко. А вот сейчас я просто хочу посмотреть на ваши наработки. Вот. Это такая формальная сторона. Вопросы, отчетности, все такое. Значит, сегодня, как я уже говорил, я хочу обсудить с вами пакетирование питонских проектов и модульное тестирование. Наверное, мы начнем с пакетирования. А потом перейдем к модульному тестированию. Я где-то, вот тут, подготовил такой маленький... Я немножко еще, наверное, допишу и выложу туда в репозиторий. Маленький такой учебный проект, который ничего не делает, но который имеет структуру настоящего питонского пакета. И, естественно, к этому занятию я тоже дам ссылки на всякие туториалы по пакетированию, которые можно посмотреть. Например, официальный туториал питоновский с прошлого года заметно обновился и стал гораздо лучше, понятней и современней. Вот. Что такое питоновский пакет? Питоновский пакет у вас, соответственно, должен быть какой-нибудь код, написанный на питоне. Он может быть либо модулем, либо пакетом. Сейчас я, не знаю, классы переменные и их использовать в другом коде или в шейле. В принципе, вполне весь проект может ограничиваться одним модулем. Кроме модулей бывают пакеты. Смотрите, пример пакета здесь представлен вот такой вот папкой. Вот это дерево, более-менее понятно, да, что тут происходит? То есть вот у меня корень, это папка ser. В папке ser есть еще одна папка ser. Это нормально, это так бывает. И вот эта папка ser является питоновским пакетом. Что его делает питоновским пакетом? Его делает питоновским пакетом файл вот этот. Специальным названием подчеркиваем, подчеркиваем, подчеркиваем. Это такой файл, который подчеркивает, что в этой папке все остальные питоновские файлы вместе создают пакет. То есть это файл, который подсказывает там вашему питоновскому интерпретатору, который вы запускаете где-то, что вот эта папка не просто папка, а эта папка с питоновским кодом. Этот файл, вообще говоря, может быть вообще пустот. Вот. И благодаря тому, что там есть этот файл, я могу импортировать и под модули, под модули, наверное, под модули, да. А под модули тоже. То есть вот так вот легко можно создать вложенную структуру модулей. Ну, в духе как нам, я не знаю, в NumPy есть ли наук, да? Вот если... Вот, я сейчас нахожусь вот в этой папке с init.py, я могу сделать без проблем. Ну, не знаю, придумайте мне название какое-либо. Так. Вот и конец. Вот и старт будет. Здесь я создаю файл init.py. И все. Я теперь могу отсюда выйти в верхнюю папку, открыть свой питоновский интерпретатор, и сказать импорт ser.stars. Да, спасибо. Ser.stars. И у меня все, у меня есть мой вот этот. Даже можно взять за него init, но там ничего, естественно, интересного не будет, потому что мы туда ничего не написали. Вот. То есть вот такая идея. Вот так выглядят питоновские питоновские пакеты. Это просто папки с вот этими init.py. Тут формально говоря, смотрите, ser это пакет, snake это модуль внутри этого пакета, stars это пакет внутри пакета, и, соответственно, если мы в него положили бы еще какой-нибудь там файлик, он был бы модулем в два раза вложенным. То есть формально говоря, ser и ser.stars это два разных пакета, но, естественно, один находится внутри namespace и другого. И по умолчанию, если вы не будете никак мудрить, а простых пакетах мудрить не нужно, это просто организовано как на вашей файл-системе, как файловое дерево, и все. То есть модули это файлы, пакеты это папки. А этот initpy просто подсказывает, что это действительно пакет, а не просто какая-то папка. Потому что вы, может быть, сюда можете захотеть, например, какую-то папку с данными положить внутри вашего пакета. Например, я не знаю, вы там занимаетесь, у вас есть спектры, не знаю, галактик, и у вас есть каталог спектров галактик, которые будете, например, подбирать ближайшие спектры с каталога, которые соответствуют вашему наблюдению. Ну, почему-то такое, неважно. И вам нужно папку с данными тоже туда же положить, и как бы она не является папкой с кодом, это не пакет, это просто данные. Поэтому вот этот initpy, он такой вот, даже пустой, имеет какой-то смысл. И initpy не обязательно делать пустым, как уже говорилось. Ну, давайте быстро покажу, что тут. Вы можете туда написать любой код, в принципе, но обычно ограничиваются импортом модулей вложенных и переменными какими-то, которые вам нужны, общими, глобальными для вашего пакета. Ну, например, у меня здесь есть переменная name и переменная version внутри этого initpy. Соответственно, если я сделаю import ser, я могу делать ser.name, у меня будет то, что там написано, и ser.version, тоже, что там написано. Вот. И все, что я импортирую внутрь init, становится доступным на верхнем уровне моего пакета. То есть, смотрите, какая штука. У меня в ser.snake есть такая функция is.snake. Ее можно спросить, например, Python. Она скажет true. Он проверяет, является ли животное змеей или нет. Вот. Соответственно, благодаря тому, что я в initpy импортировал все из под модулю snake, тут вот эту точку я забыл, обратите мне внимание, когда мы импортируем внутри пакета какие-то под модули, мы должны указывать относительные пути через точку, ну или писать целиком имя пакета на ser.snake. Относительный импорт перестанет работать, как у меня произошло. Так вот, благодаря тому, что я импортировал в init, это у меня все содержание моего модуля snake доступно на верхнем уровне моего пакета. Это удобно. То есть, представьте, опять же, тот же numpad какой-нибудь. Ну, у него, наверное, не такая структура, но как бы там, скорее всего, чуть более сложно. Ну, в плане. У нас есть какая-то папка numpad, в ней там есть init.py, и предположим, есть какая-нибудь какой-нибудь модуль, я не знаю, с математикой, в смысле, не модуль, а под пакетом. В нем тоже есть init. это такой воображаемый numpad. В нем, не знаю, есть функция синус точка с мотулом, синус пай, да, а мы не хотим, когда мы используем numpad, говорить numpad, точка масс, точка син, точка син, и тут уже реализована функция дев, ну или там не син, а давайте будет трик, типа стригонометрик, да, и там есть функция син, которая что-то там делает. Да, мы не хотим его вызывать, как numpad, пай точка масс, точка трик точка син, да, мы устанем все это писать. Поэтому вот этот init просто импортирует вот эту функцию к себе туда, и эта функция становится доступна нам сразу numpad. Такой вот трюк. Ну, ладно, это все некие детали, давайте не будем на них долго останавливаться, пойдем дальше. Есть вот этого? Ну, можете туда, это обычный питомовский модуль, вы можете туда сделать там что угодно питомовское. Просто принты ограничиваются там вот такими базами вещами. а именно там какими-то общими переменами и импортом того, что написано в других местах. То, чтобы все не выродить в одном месте. Хорошо. Так, давайте вернемся сюда. Ой, у меня там пайкэши всякие создались. Найти патру. Чтобы они нас не пугали. Давайте вернемся сюда. Значит, теоретически вы можете в своем проекте вообще не делать никаких пакетов, а просто положить один или несколько модулей. То есть, вы можете просто создать файл, там, я не знаю, mymodule.py, да, и этот mymodule.py будет там вашим, будет одестворять там весь ваш код, все вашего пакета, во всяком случае, всю вашу как бы библиотеку. Так, что еще тут есть интересного? Перед тем, как мы перейдем к сеттуб-пайлу. Есть тесты, про тесты мы поговорим попозже. Очень важно, ну, есть лицензии и readme, это тоже, наверное, не очень важно. Ну, в принципе, важно, когда вы будете, надеюсь, что будете выкладывать свой код к приложению к публикациям или наоборот, публикации в приложении кода, не знаю, получится. Вот, это все очень важно, лицензии и readme, но давайте перед тем, как перейти к сеттуб-пайлу, я расскажу про requirements.txt. Все наши пакеты всегда зависят от других, написанных другими людьми пакетами. Как минимум, мы все с вами используем NumPy или какие-то пакеты, которые используют NumPy. Там, sayPy, starPy, matplotlib, matplotlib не обязательно NumPy используют, но тем не менее, мы всегда пользуемся какими-то пакетами, сторонними. И принято создавать вот такой вот файл, который описывает ваши зависимости, то от каких пакетов вы зависите, зависит ваш пакет. Синтаксис у него может быть довольно сложный, но в самом простом случае, это просто список строчек, в каждой строке написано имя пакета и опционально после него написано, какой версии он должен быть. Можно написать там равно-равно такая-то версия, можно написать больше-равно такой-то версии, можно написать больше-равно такой-то, меньше-равно такой-то и так далее. Стоит, если вы делаете какой-то код, который надеетесь, что будет кто-то пользоваться кроме вас, стоит хотя бы попытаться проверить, с какими версиями он у вас совместим, То есть не используете ли вы там из NumPy, я не знаю, что-то я недавно видел, с квантелями там, например, функция появилась относительно недавно, не используете ли вы, если вы ее используете, нужно указать, в какой версии NumPy она появилась, как минимально требуемую. Или там в SciPy очень много изменений произошло в последние пару лет, тоже стоит указать. Или в MatPotLibia тоже самое. Поэтому в версии стоит указывать хотя бы ограничение снизу. Сверху тоже, если вы понимаете, что, например, ваш код перестал работать с новыми пакетами, а код вы исправить пока не можете, можете исправить номер версии в зависимости, а код поправить когда-нибудь потом. Вот этот requirement.txt важен и хорошо бы, чтобы он был у вас в вашем зачетном проекте. Ну, то есть не 100% обязательно, сейчас я объясню почему, потому что есть еще одно место, где мы указываем в зависимости, но крайне желательно. Тут есть какие-то вопросы? Я что-то так гоню или гоню, не знаю, как. С первонаперво, с модулями и пакетами понятно более-менее, что происходит? Или не очень? Ну, с относительным импортом, просто я не хочу сейчас показывать много примеров, по ходу, если вы будете делать там пакеты, то есть пакет вам нужно создавать, если у вас есть больше одного файла с кодом. Да, если у вас один файл с кодом, нет смысла создавать пакет, создавайте модуль. Если у вас больше одного файла, то нужно использовать носительный импор, то я думаю, с этим вы быстро разберетесь. Еще одна вещь, которую я пропустил перед стопаем, хочу сказать. Иногда полезно разделять вашу библиотеку, то есть ваш код, сам все там, функции, классы и какую-то рабочую часть. То есть обычно как бывает? Обычно мы с вами пишем какие-то функции, ну я не знаю, какую-нибудь, какой пример. Например, задача ntel. Вы пишете там какой-нибудь класс или какую-нибудь функцию, которую вам вы передаете начальной скорости координаты, и она вам что-то рассчитывает. Но вы пишете вот этот решатель задачи ntel не для того, чтобы написать еще один решатель задачи ntel, а чтобы решить какую-то свою конкретную научную задачу. Поэтому у вас есть отдельно какой-то кусок кода, который запускает нужную вам симуляцию с нужными начальными параметрами. И крайне желательно, во-первых, разделить эти два куска кода хотя бы на уровне самого кода, то есть положить его в разные функции, разные вещи, то есть сделать функцию, которая запускает просто задачу ntel, и функцию, которая запускает, вызывает эту функцию с нужными параметрами. А еще лучше сделать отдельный скрипт, который будет импортировать в вашу библиотеку, то есть он как бы отдельный, он не связан с библиотекой, он как бы ей пользуется только. Это скрипт, который пользуется вашим модулем или вашим пакетом, и который вы непосредственно будете запускать, чтобы уже провести какие-то расчеты. Этот скрипт, я не знаю, может рисовать графики, может спрашивать у пользователя, ввести какие-то данные и так далее. А сама библиотека, она как бы стоит в сторонке и выполняет всю расчетную часть. Скрипты обычно либо оставляют точку по расширению, иногда убирают, это зависит от вкуса. И вот тут видно, что мы внутри этого скрипта просто импортируем наш пакет, как какой-то взявшийся, уже установленный в системе кем-то, любой пакет. То есть этот скрипт, он не часть пакета, но часть нашего проекта. Окей? Как? Понятно? Или не очень? Ну смотрите, дайте какой-нибудь пример. Вот у вас есть какой-нибудь проект, в котором вы хотите, не знаю, находить галактики в фице. Вам дают фице, а вы говорите, вот координаты галактики. Или что-нибудь, неважно. Вот, вы пишете библиотеку, которая у вас там принимает двумерный массив с значением пикселя и ищет в нем галактику. Вот вы пишете кусок, который у вас читают фицы, и фицы приводят в этот двумерный массив, как-то их подготавливают, чистят, еще что-то такое делают. И в конце концов, вот вы пишете скрипт, который, там, например, через аргумент кованной строки или какие-нибудь окошки рисуют, как хотите, можно пользовательский интерфейс, что угодно, который уже непосредственно у пользователя спрашивает, дай мне вот какой-нибудь фиц и с ним что-то делай. То есть, стоит разделять вот эту вот часть программы, которая взаимодействует с пользователем, и часть, которая совершает какую-то научную работу. Если у вас программа очень такая графическая, то, естественно, это делать не получится, но тогда, как минимум, стоит отделить хотя бы часть, которая запускает всю эту программу, и опять же, часть, которая является библиотекой. Не всегда нужны скрипты, то есть, в принципе, можно тоже без этого обойтись. Есть случаи, когда можно обойтись. Вот. В любом случае, вам нужно пытаться всегда разделять, как там Ваня Золотухин рассказывал в прошлом году на своей паре, модель и представление. То есть, вам всегда нужно разделять научную часть, которая что-то обрабатывает, что-то считает, и ту часть, которая взаимодействует с пользователем так или иначе. Потому что иначе мы столкнемся еще с одной проблемой, о которой сегодня позже говорим, а именно с проблемой тестирования. Очень сложно оттестировать программу, в которой все перемешано. А тестирование должно быть автоматическим. И всегда есть части, которые можно оттестировать автоматически в нашем коде. А с тестированием еще что-то? Тестирование попозже обсудим. Ладно? Ладно, я думаю, что это станет чуть более понятно, когда вы какой-то код начнете присылать, уже такой зачетный, со всеми структурами проекта, и потом будут говорить, что поменять. Давайте наконец-то обсудим setup.py. Setup.py – это, опять же, обычный питонский скрипт, который запускают примерно таким образом. Пишут python setup.py, например, install. И он устанавливает вашу программу. Или там питон, setup.py, test. Он ее тестирует. Или питон, setup.py, develop. И он устанавливает как бы в систему симлинки ссылки на ваш код. То же самое, что install, только для разработки. Вот, то есть это такой вот комбайн, который умеет делать все с вашим проектом, как проектом. Не как с отдельным пакетом питоновским или модулем, а как с целым проектом. И тут такой достаточно большой пример, но вроде не очень сложный. Давайте в нем немного поразбираемся. Того, как может выглядеть этот setup.py. Setup.py в вашем случае может быть в три раза короче. Не нужно пугаться, что тут он такой большой. Все вот эти вот подкоманды, они все реализованы за нас. И нужно сказать, что, ну, вот они все считаются такими общепринятыми. И этот файл должен называться именно setup.py, хотя бы потому, что pip, знаете, pip. Pip устанавливает модули. Ну, давайте что-нибудь скажем, например. Install, минус у, это upgrade, numpy. Вот он мне сейчас попробует поставить новый numpy. И поставил, надо же. Вот. Например, pip работает точно так же. Он скачивает проект, там распаковывает его, берет setup.py и говорит ему install. То есть, вот, общеконцептуально это работает примерно так. Ну, может быть, не совсем прям так, но тем не менее. То есть, для того, чтобы установить проект, достаточно setup.py. И если вы хотите сделать код, который кто-то, кроме вас, сможет использовать, и удобно его установить, там, себе в систему, и просто импортировать ее, использовать как пакет, или просто запустить скрипт, как, ну, просто набрав там в терминале его название, то нужно всегда делать этот setup.py. Поэтому вот этот setup.py – это обязательное требование к зачетному проекту. То есть, это то, как должен быть оформлен любой готовый питоновский проект. Давайте немного разберемся, что тут есть. Значит, вся вот эта движущая сила, она находится в функции setup, которую можно импортировать либо из setup.tools. Это такой сторонний модуль, его может быть понадобится поставить, но он крайне популярный, и он рекомендуется к использованию документации питом. Как раз вот тем туториалам по пакетированию, про которые я сегодня уже говорил. То есть, это такой стандартный путь. Как же вылетел из головы, как называется, стандартной библиотеки. Ну, бог с ним. Ну, в общем, использовать setup.tools – это такой общепринятый способ делать вот этот setup.py. Ну, здесь я читаю readme и записываю в какую-то переменную. Это тоже я взял из примера. Это не такая важная часть. Смотрите, setup – это просто очень-очень большая функция, которая миллион именованных аргументов, которые нужно заполнить. Там все эти списки новых аргументов вы можете где-то посмотреть. Это, конечно, наизусть заполнить невозможно. Легче там сходить куда-нибудь и скопипастить все эти штуки, потому что их тут очень много. Вот, смотрите, что должно быть, наверное, обязательно. Должно быть имя вашего проекта, оно может не совпадать с именем вашего пакета основного. Это может быть… Обычно они совпадают, но не всегда. Дальше версию хорошо бы иметь, иначе будет по умолчанию забито 0, 0, 0. Ну, не обязательно. Автора напишите, автор – это хорошо. Description короткий тоже обязательно нужен хоть какой-то. Длинный description тут как раз взят из markdown файла. Это не обязательно, наверное, на таком каком-то первом этапе. Ну, то есть, хорошо, если есть, если нет, ничего страшного. Long description – это прямо может быть такая телега на страницу текста. Поэтому она здесь и находится в отдельном файлике, рядом из которого читается и сюда засовывается. URL. Я ничего не придумал. Лучше из тут вести в этом правном проекте. Какую-нибудь URL, если у вас куда-то, есть где-то описание вашего проекта, это что угодно может быть, хоть ссылка на архив, да, со статьей. Лицензия, понятно. Значит, пакеты. Если у вас код находится в пакете или в нескольких пакетах, я напомню, что под пакеты с точки зрения setup.py – это тоже отдельные пакеты. То они должны быть тут перечислены в виде списка или кортежа, что-то перечисляемого. Обычно люди не парятся и используют такую вот функцию, которая называется find packages, которая сама ходит и находит все ваши пакеты. Как? Она просто находит папки с init.py. Достаточно простой алгоритм. Вот. Поэтому можно их вручную не писать. Если у вас код вместо пакетов находится в модулях, то вы должны указать… Ой, не тут, вот тут. Вы должны указать имена этих модулей без точка py, то есть именно имя модуля. То есть если у вас просто лежит в вашей папке с вашим проектом какой-нибудь вот этот serpens.py, то вы просто пишете pymodule, модуль серпенс. У вас может быть несколько модулей, но это может запутать пользователя. То есть если у вас есть несколько логически связанных кусков в проекте, их лучше положить в пакет, в общий namespace. Потому что каждый модуль… Ну то есть у вас есть выбор, либо у вас пакет, либо модуль. С точки зрения пользователя, ему все равно, они выглядят одинаково, что пакеты, что модули. Вот у нас numpy теоретически мог бы быть модулем, если весь numpy был бы написан в одном пайле, numpy.py, он бы был модулем, мы бы им пользовались бы и не замечали бы этого. Нам было бы все равно совершенно. Здесь то же самое. То есть лучше пытаться не делать несколько связанных модулей. И если у вас перерастает этот пакет, пишите пакет. Если у вас один модуль, пишите модуль. Скрипты указываете полное имя. То есть если у меня был бы скрипт bin.srp.py и полный путь, соответственно, где он находится. И этот скрипт во время установки вашего проекта питомского, setup.py будет засунут туда, где пользователь его может найти. То есть он будет прописан в системные пути. И вы из своего терминала можете просто нажать его имя, и он запустится. То есть это программа, прописываемая в системные пути. Понимаете? То есть это вот прям вы можете нигде после установки не искать, а сразу использовать. Так обычно, ну вот если есть какие-то утилиты, у вас на компьютере написано на питоне, вы опять же можете об этом даже не знать, что они на питоне. Они вот примерно вот так устанавливаются сами по себе. Но они лежат в системных путях, в каком-нибудь, я не знаю, user, slash, там, bin, slash что-нибудь, да. То есть в каком-нибудь системном пути. И, соответственно, так как параллельно с ними устанавливается ваш пакет, то они в питоновском пути этот пакет смогут найти и использовать. А для вас это будет выглядеть просто как очередная программка, не знаю, на чем написано, на баше, на питоне или там на сях. Просто какая-то программа, которую вы запускаете. Так, что тут дальше? TestSuite – это путь к вашей папке или файлу с тестом. Лучше с тестами. В множественном числе. InstallRequires – это то же самое по форме и почти то же самое по содержанию, что Requirements.txt. Это список из вот этих зависимостей, которые в виде строчек представлены. Каждая зависимость – одна строчка. Смотрите, у меня здесь отличаются Requirements.txt и InstallRequires в Setup.py. Этому даже есть разумное объяснение. Видите, у меня здесь есть MatPotlib, здесь нет. Значит, рекомендации такие. Рекомендация такая, что в InstallRequires у вас должны быть только совершенно необходимые пакеты для запуска вашего проекта. А те, которые они совершенно необходимы, не должно быть. Они должны быть в Requirements.txt. То есть, я не знаю, например, вам какой-нибудь пакет нужен только для тестирования. Его в InstallRequires не нужно включать. Или какой-нибудь пакет вам нужен только для работы одного из десяти ваших скриптов. Тоже его можно, наверное, туда не включать. Хотя здесь надо подумать. Но вообще говоря, можно не париться и писать то же самое, что в Requirements.txt. Можно даже автоматически тут выше где-нибудь парсить Requirements.txt и подставлять сюда чего-то там на парсере. Так тоже люди делают. Ну и дальше такие формальные вещи. На случай, если вы будете выкладывать ваш пакет на PyPy. PyPy – это такой репозиторий единственный, ну не единственный, а самый главный. С питонским проектом, откуда как раз PIP и берете все по умолчанию. Если вы будете сюда выкладывать ваш проект, то это на вас закладывают дополнительные требования. Например, у вас обязательно должно быть длинное описание, обязательно должен быть URL. Насколько я помню, хотя про URL могу говорить. Обязательно должны быть классификаторы, полный список классификаторов. Там можно посмотреть, они не из головы берутся. Хорошо бы написать киворды. Киворды, по-моему, нету какого-то списка, откуда их брать. Просто какие-то слова, которые будут при поиске, видимо, использоваться. Вот. Ну вот и все. То есть самое главное – разложить суммеры. Все файлики по нужным папкам и написать вот эту функцию setup. Это все, что нужно. И, соответственно, я как это буду тестировать? Я буду создавать виртуальное окружение. Есть такой модуль, встроенный в стандартной библиотеки Питона, который называется VENV, VIRTUAL, ENV, тоже сокращение, ужас какой. Раньше был такой VIRTUAL ENV, отдельный пакет. ENV, ну скажите кто-нибудь. Да, VELOP. То есть виртуальное окружение. Виртуальное окружение нужно для того, чтобы в нем как раз удобно заниматься созданием своего пакета, своего проекта, чтобы не засорять систему вашими какими-то временными штуками. И я буду… Или если вы ставите какой-нибудь чужой проект, который требует каких-то зависимостей, несовместимых с вашими. Например, он требует NumPy версии меньше 1.10, а у вас NumPy версии 1.15. И вам не хочется даунгрейзиться. Ну, условно говоря. В общем, я буду проверять все ваши проекты в виртуальном окружении, чтобы удостовериться, что они… Что когда я буду делать Python 3 setup.py install, они благодаря install.reqs пойдут в PyPy, скачают все нужные пакеты сами. И сами запустятся. Понимаете? То есть, это мне поможет удостовериться, что у вас правильно написан install.reqs автоматически. Вот. Поэтому имейте в виду. То есть, это… Тут важно написать правильные вещи. Если вы хотите, как бы, почувствовать себя в шкуре пользователя, то посмотрите на этот венп. Или еще есть такой популярный, тоже рекомендуется документация Python, а сторонний софт, который называется pipenv. По-моему, да? Да. Вот. Тоже можете на него посмотреть, научиться им пользоваться. Ну, вроде про пакетирование все. Какие-то вопросы есть? Смотрите, вы можете, вы всегда можете, во-первых, узнать, какая версия у вас стоит. Наверное, через pip как-то можно, я не помню. В большинстве, как, дождите, не так, не так нельзя. Ой, надо сначала импорт напай сделать, очень легко. Вот. У большинства хороших пакетов есть такая переменная version. Наверное, в pip можно посмотреть. Что тут есть? Компшоу. Есть шоу. Наверное, тоже можно посмотреть, какая версия установлена. Ну, как текущая версия. Да, текущая версия – понятно. Значит, смотрите, чтобы проверить старые версии, опять же, нужно использовать виртуальное окружение. Вы тогда берете и говорите pip в своем виртуальном окружении, говорите pip3 install numpy равно-равно 1.14, да, предыдущая версия. Вот. Он ее скачивает, устанавливает, и вы запускаете свой код с старой версии. То есть, если вас это заботит, то нужно так делать. Ну, или читать документацию старых версий, что тоже вариант, чтобы понять, в какой версии появился нужный вам функция. Ну, еще она достаточно сложная вещь такая, у нее нет суперпростого решения. Поэтому, как бы, в зачетном проекте, если не знаете, какую версию писать, ничего можно не писать. А, версия чего нам нужна? Ну, версия вот этого пакета. То есть, например, numpy. Ну, речь идет о том, что у нас написано в requirements.txt и в... Да. Вот тут. Это получается для каждого, там, numpy и astropy уже не свой? Да, да, да. То есть, у numpy на текущей версии 1.15, у sspy 1.1, у matput либо 3.0, например. У astropy тоже 3.0. Вот. И, ну, как бы, если вы готовите какой-то пакет, которым думаете, что люди будут пользоваться, это полезно проверить, чтобы, ну, например, представьте, у человека там Linux, условно говоря, и он не хочет, он хочет все модули ставить из своего репозитория, там, Linux-ового, через свою систему управления пакетами. Он хочет там набрать, я не знаю, apt-get install, ну, или там apt-install, human-install или что-нибудь такое. И не хочет, чтобы вы ему навязывали какие-то более новые версии. Это совершенно нормальное желание. Или у человека есть другой пакет, который говорит, а мне нужен numpy не больше 1.14, а вы ему говорите, а мне нужен 1.15. Вот. Это тоже вызывает, как бы, лишние проблемы. Вот. Это такие рекомендации, я повторю, необязательные для сдачи зачета. Вы можете версии не писать, но сами пакеты обязательно писать, которые вы используете. Опять же, вам не нужно писать зависимости зависимости. То есть, если вы нигде явно не используете numpy, не импортируете, а используете только scipy, вам достаточно в requirement.xm писать scipy, а scipy сам пойдет и скачает numpy, потому что он ему нужен. Вам не нужно думать о зависимости зависимости. Окей? То есть, вам нужно тут написать только то, что вы явно импортируете у себя в ходе. Но если вы импортируете и scipy, и numpy, несмотря на то, что scipy установит numpy, вы все-таки numpy тоже напишите. То есть, нужно явно подчеркнуть и указать, чем вы пользуетесь. Кстати, я тут читал, по-моему, от издателя, от ААСа или от АПЖ, в общем, в твиттере они писали. Если вы рецензент и вам приходит на рецензию статья, в которой приложен код, откройте requirements.txt и попросите автора статьи указать в статье ссылки на всех авторов, всех модулей, которые он пользуется. Реально, вот прям такой твит написали. Так что, это такой способ показать, чем вы пользуетесь. Еще есть какие-то вопросы? Ну, PyPy? А, этот пример, да, я его немножко, может, еще доделаю и куда-нибудь выложу туда, в какую-нибудь сложную папку. Да, там, вот в этом лепезитарии, который на гитхабе, там есть и свой сетап, но он такой гигантский, в нем достаточно сложно разобраться. И сам проект там относительно сложный, потому что там много чего используется. Поэтому нужно было сделать, ну вот, нужно было сделать, я вроде сделал какой-то более простой пример, который, ну, вы можете, да, использовать как основу, просто скачать и там все поменять, как вам хочется. Закомментировать лишнее и поменять то, что нужно поменять. Да, в этом нет никаких проблем. То есть, вот я говорю, вот этот статья совершенно невозможно запомнить, как он устроен. Поэтому нормально его откуда-нибудь украсть. Еще есть какие-то вопросы? Ну ладно, наверное, будут по ходу, когда будете это делать, тогда и разберемся. Хорошо, давайте поговорим про модульное тестирование. Модульное тестирование и вообще тестирование – это такой достаточно важный и не до конца как бы общий, и имеющий какое-то общее решение вопрос. То есть, какое-то универсальное для всех отрастей информационных технологий, всех там языков и так далее. Большая часть народу сходится все-таки во мнении, что тестировать нужно хотя бы модульно. Модульное тестирование означает, что вы тестируете как можно меньшие кусочки кода. Вот насколько маленький кусочек кода у вас есть, столько нужно его протестировать. То есть, желательно тестировать, там, в философии модульного тестирования говоришь, что желательно тестировать функции, там, классы, а что-то большее тестировать уже не так нужно и не так важно, и это там только отнимет ваши силы. Соответственно, к модульному тестированию есть интеграционное тестирование, которое тестирует весь код целиком, там, от начала до конца. Но вот, возвращаясь к нашим примерам, предположим, у вас есть код, который рассчитывает задачу Intel, у вас есть какое-то аналитическое решение этой задачи, да, вот вы знаете, что если вы в код, ну, или там у вас какая-то георизнамическая симуляция, что угодно, извините, если вы в код подадите такие-то входные, то на выходе получите такие-то выходные, вот вы знаете. От начала рассматриваю ваш код как черный ящик, да, просто у вас есть какое-то решение, которое вы откуда-то знаете. Вот я говорю, хороший пример, это если вы делаете какую-то симуляцию или что-то такое, это всегда тестировать ваш код на аналитических решениях, известно, или там на решениях из литературы, в которые вы доверяете. Это называется интеграционное тестирование, но технически в питоне легче все это делать теми же самыми средствами, там, модульного тестирования, unit test модуля, я сейчас покажу. И есть еще один важный тип тестирования, который я тоже очень советую вам использовать, это регрессионное тестирование. Предположим, ваш код выдает какой-нибудь численный результат. Ну, там, не ответ, там, ноль или единица, а какую-то картинку, ну, не картинку, картинка это слишком как-то размыто звучит, то есть график это как-то не тот, наверное, результат, к которому хотим тестировать. Не знаю, фитс какой-нибудь, да, я не знаю, вам дают на вход 3 фитса, там, ну, там, 10 фитсов, 8 кадров, да, плоское поле, шум, а вы выдаете хороший, красивенький, очищенный кадр, вот. И вот этот результат, да, это тот результат, вы вот на текущий момент вы написали какой-то код, выпустили там первую версию, версию 001, какую хотите. И вы считаете, что вот этот результат хороший. Вот вы его там во всех сторонах посмотрели, глупо изучили, под микроскопом поглядели. Вот вы считаете, что результат нормальный. Как-то его вручную проверили, ну, то есть, нету способа его как-то проверить автоматически, исходя из каких-то аппериорных посылок. То есть, вот когда вы получили, вы удостоялись, что он достаточно хорош. Тогда есть смысл использовать регрессионное тестирование. Есть смысл сохранить этот результат, полученный когда-то один раз, и в будущем тестировать, что ваш код не портит тот результат, который был получен раньше и был сделан вами хорошим. Понимаете идею? То есть, вот у вас есть код, который выдает вам из 10 фидсов 1. И сохраните этот фидс и проверяйте, напишите автоматический тест, который будет проверять, что когда вы даете, точнее, все 11 фидсов, вообще говоря, что когда вы даете те же самые 10 фидсов, вы получаете тот же, ну, или почти тот же, это зависит от вашей задачи, насколько там все детерминировано, тот же фидс на выходе. И тогда это вам поможет избежать очень многих проблем, вы сможете в нужный момент понять, что вы где-то чего-то изменили. Вы могли поменять какой-то один кусок кода, и совершенно там как-то не понять, что там повредяли как-то на результат. Это вам поможет вовремя отловить ошибку. Ну, в общем, тестирование – это очень-очень важная часть разработки, и ей ни в коем случае не стоит пренебрегать. Из вот этих трех типов тестирования я думаю, что в ваших задачах, в зачетных, регрессионное тестирование – это уже относительно такое, это когда у вас уже проект более-менее работает на ходу. Если у вас там ничего супер готового такого на ходу, не будет в зачетном проекте, это нормально, то есть не какой-то там публикуемый результат. Мы тут не публикации проверяем. То от вас будет требоваться написать какие-то разумные, модульные или интеграционные тесты. То есть не тесты, которые проверяют, что 1 плюс 1 равно 2, или то, что функция там, что синус из нампая, если в него подставить там пи пополам, выдает единица, он эти, модульные тестирования должно проявлять как-то в ваш собственный код, хотя бы какие-то его куски, которые можно проверить. Ну, давайте, не знаю, давайте, может быть, я чем-то напишу. Очень, конечно, большой собаку показать из этого проекта, но лучше я чем-то на микро напишу. Хорошо, давайте я создам какой-нибудь файл, который мы будем тестировать. Даже не знаю, что мне такого интересного посчитать или сделать. Что у нас со временем? Ничего суперинтересного не получится. Давайте тогда, может быть, ой, тогда, тогда, тогда. Давайте тогда, бог с ним, с этим файлом. Давайте просто пока я покажу синтаксис хотя бы на каких-то примерах таких учебных, в духе того, что синус пи пополам равна единица. Синтаксис покажу, а если успею, что-нибудь более интересное попробуем делать. Наверное, если не успею. Значит, смотрите, есть множество фреймворков для тестирования в питоне, но во многих случаях вполне достаточно, вот, например, еще один такой. Популярный, это пайтест, очень популярная штука. Обычно в каких-то несложных случаях вполне хватает встроенную модуль, модуль стандартной библиотеки, который называется юнит-тест. В этом юнит-тесте главный класс называется тест-кейс. И все тесты пишутся с помощью классов, которые наследуют вот этот базовый класс тест-кейс. Давайте напишем какой-нибудь пример. Ну чего, давайте напишем. син-тест-кейс. Эти классы могут называться, как удобно, но достаточно часто их заканчивают вот этим словами тест-кейс. Просто, чтобы подчеркнуть, что это тестовые классы, а не какие-то еще. Вы можете здесь какой-нибудь док-стринг написать. Тест-нп-син, например. Давайте у нас будет, давайте вот здесь вот сделаем. И вот нам пайм и из-нп. Можно не писать, можно не писать. Дальше есть, в этом классе вы можете там написать конструктор, если вам нужно объявить какие-то переменные. Напомню, это def.unit.self. Мы не будем его писать. Обычно это не нужно. Ну и можем написать, что нам стоит. Давайте напишем, сделаем self.half.p. Тут заведем. Почему бы и нет? Будет у нас вот такая переменная. Дальше вы можете писать любые методы, но все методы, которые будут начинаться со слова test, будут запускаться как раз как тесты. Так, ну давайте, test.zira, например, у нас будет. Вот эти вот методы должны иметь единственный аргумент, это self, потому что они будут автоматически запускаться, и вот автоматическому запускателю непонятно, чего еще туда можно было подставить. Поэтому он просто запускает ваш класс, то есть объект ваша класса, точка, тест, что-то там. И вот внутри этих методов вы должны что-то проверять, что-то сравнивать, как работает, и как-то выбрасывать ошибку, если у вас что-то идет не так. Значит, принято, что вот этот unit test ловит assertion error, то есть то, что выбрасывает ключевое слово assert. Итак, есть в unit test test case специальные методы для того, чтобы как-то обрабатывать ваши результаты. Например, есть очень такой понятный метод, который называется assert equal. Соответственно, вы ему говорите, пусть у нас x равен 0, что мы хотим сравнить? То есть мы хотим сравнить, что npsin 0, ну или там npsin, давайте, x, y, npsin, x равен y. И, соответственно, когда у нас этот тест запустится, что он сделает? Он сначала инститализирует переменную, мы пока не используем, а потом запустит в алфавитном порядке все ваши методы, которые начинаются со слова test. и здесь, если вот этот результат не сойдется, то будет выброшена ошибка. Так, наверное, мне это все-таки стоило положить в файлик, потому что я сходу не помню, как запускать унифайлик и тесты. Давайте я это переложу, переложу все в какой-нибудь файл. Так, не хочу не ноутбук, а как мне ноутбук? Как мне? Ставим просто текст файл. Так, сделаем. Здесь напишем simtest.py Так, импортируем все, что нужно. Так, сохраним. И попробуем запустить сейчас. python3-m Можно запускать вручную тесты, setup.py вам позволяет их запускать автоматически. Достаточно просто указать, какой у вас файл, какой у вас модуль или пакет содержит тесты. Тогда он там находит сам все унии тесты и все их запускает. Ну, давайте я запущу из терминала, надеюсь, ничего не перепутаю. Так, как он у меня? Я уже забыл. Simtest, да? Ой! Что-то я... Что-то я сделал не так. Что я сделал не так? Какой-то... Можно так делать? Нет, так это важно не очень. Сейчас. Как же... Слушайте. Надо было... Так что... Извините, сейчас... Тест... Тест модуль. А, точка пай, наверное, мне нужна. Нужно указать имя модуля. Нет? Что-то... Ну вот. Может быть, мне мой сетут пай запустить? И все. Тест... И нет. Так, дайте нет уберем. Может, уникальный нет сделал? О, отлично. Он даже сработал. Дайте напишем сюда какой-нибудь текст, чтобы было видно, что у нас что-то запускается. Да, дайте его не пока уберем, потому что там, видимо, какой-то еще один аргумент должен быть, который я забыл. Поэтому лучше мы не избавимся. Test. Син. Так, давайте просто напишем. Син от нуля равно равно нулю. Так. А, но он не падает, поэтому ничего не пишет. Давайте сделаем, чтобы он упал. А то неинтересно. Во! Смотрите, как классно. Значит, вот мы запустили его. Вот здесь нам говорит fail. Вот он текст, который мы указали в doc-string название как бы нашего теста. Потом он говорит вот assertion.error 0 неральная единица. Соответственно, если у нас в какой-то момент код работал и вот это выполнялось, то через какое-то время он перестанет работать, возможно, и перестанет выполняться. Ну, там точно так же мы можем написать, не знаю. что-нибудь такое. Интересно, кстати, получится ли у нас ровно единица или нет. Наверное, о, получилось, смотрите. Вот, тут вот, видите, я добавил второй метод, который начинается с теста, и у меня говорит, что запущено два теста. Только тут нужно поправить текст. Да? У вас, в принципе, в одном тесте может быть несколько проверок в одном методе. Тогда полезно указать какое-то сообщение в каждый из проверок ваших. что-нибудь в духе это делается вот у этих встроенных ассерт что-то там методов, это делается с помощью вот такого киворда-аргумента message. Можете написать там sin p пополам should be equal unity. Да? Что-нибудь такое. Ну, давайте что-нибудь испортим. Например, вот тут вот тогда нам еще вот здесь дополнительно выдадут то сообщение, которое мы оставили. Видите, все сообщения выводятся только если чего-то ломается. Если не ломается, то не выводится. Кроме assert equal естественно есть еще куча других вот этих методов. Давайте что-нибудь с не знаю с сильно с могу ничего принять. просто сюда напишем еще или какой-нибудь другой класс напишем. Каждый вот такой вот класс должен технически может тестировать что угодно, но желательно, чтобы занимался какой-то тестированием например, одной функции или одного класса. Ну, давайте я не знаю что-нибудь сделаем. давайте я скопипащу просто какой-нибудь код, чтобы долго не думать отсюда мы эту функцию протестировали. Что я ее писал? Вот, пусть у нас есть такая функция хитрая, очень сложная. мы даем слово, оно проявляет во-первых похоже ли оно на слово, если не похоже, то выбрасывает исключение такое value а дальше оно сравнивает lower делает все буквы строчными для того, чтобы сравнивать было удобней, чтобы у нас строки за главными буквами также в общем по этому способу сравнивались. И вот мы сравниваем значит является ли это слово обозначением змеи. Значит если python то является, если python то является, а в остальных случаях не является. Вот. Совершенно как бы понятно как можно эту функцию оттестировать. Мы должны придумать все возможные тесты того, что она у нас работает правильно. Например мы можем сделать test python cell тут мы пишем cell assert true есть такой значит python не python из snake python да сохраняем запускаем вот запустилось три теста вроде похоже теперь давайте здесь что-нибудь испортим напишем python3 вот смотрите-ка значит о выбросил ошибку и в том месте упал в котором я хотел ну ладно давайте напишем doc он говорит false это не соответственно false is not true вот это просто стандартная штука которая говорит assert true а здесь мы можем какое-нибудь оставить сообщение что python is snake что-нибудь такое вот соответственно если у нас что-то пошло не так оно нам вылетится с тем же успехом мы с вами можем проверить что у нас правильно все работает в предположенном случае assert false is snake cat в общем такое у нас вот добавился еще один тест естественно прошел потому что is snake cat возвращает false понятная идея значит смотрите очень полезная штука которая нам пригодится в численных расчетах которые нету встроены в юнит-тесте это всякие методы которые есть в numpy для сравнивания массивов с какой-то точностью потому что ну опять же предположим вы делаете какой-то расчет и у вас никогда с абсолютной точностью не сойдутся числа с какой-то моделью всегда сойдутся с какой-то точностью или у вас там какой-то расчет недоторманистичный но тогда у вас даже регрессионные тесты будут сходиться только с какой точностью если у вас там есть какая-нибудь стахастика внутри расчета поэтому в numpy есть такой подмодуль тестинг и в нем есть всякие полезные штуки например assert alt если я не путаю называется давайте запустим проверим да импортируется ну давайте где у нас синус тестился добавим сюда какой-нибудь тест я не знаю как это основное это генетическое тоже заступало по-английски поэтому я напишу пальцы а вы знаете как будет основное литическое тоже заступало ладно не важно давайте как раз попробуем проверить вот у вас есть какой-нибудь линдспейс от нуля до единицы да есть синус этих х есть косинус этих х и мы хотим сделать self assert ну наверное equal да логично же equal что там синус косинус 1 минус косинус квадрат это синус квадрат правильно так что мы тут увидим мы тут увидим ошибку которая вообще не связана с точностью на самом деле с самого начала дело в том что я вам напоминаю что нампевские массивы нельзя сравнивать в смысле можно но вы не получите true или false да вы получите нампевский массив с true и false правильно поэтому вот этот вот этот assert equal ничего про это не знает поэтому давайте еще возьмем здесь есть тоже полезный assert как же он называется что-то array equal что ли по-моему так сейчас мы проверим импортируется или нет импортируется вот и тогда мы с вами можем сделать assert assert array ну то же самое да то что зачем ты стер вот нам говорит смотрите-ка они совпадают но не целиком 72% не совпало да почему потому что видимо численная точность нам где-то что-то сломало а что не совпало-то видите я не вижу наверное там больше чисел не все же печатают вот но в общем не совпало что достаточно нормально такое могло произойти поэтому есть вот этот all close которому можно задать относительную точность там по умолчанию что-то задано вы можете не задавать но как бы лучше если вы что-то знаете о вашей точности ее задать относительную точность абсолютную точность при сравнении и тогда тест у вас пройдет да потому что сравнивается уже не абсолютно точно а с какой-то погрешностью вот ну вот это вот такой вот комплект того что вам может понадобиться смотрите документацию юнит-теста там есть много еще этих асерд что-то там можно проверять выбрасывает ли у вас исключение или нет вот как раз тут у меня тоже написан этот тест тот же самый той же самой функции достаточно большой тут вот например у меня проявляется выбрасывается ли исключение когда мы подаем в нашу функцию вот эту и snake не слово а предложение видите с пробелами там же есть специальная проверка да которая выбрасывает исключение так что мы можем проверить есть ли исключение если нам вдруг это нужно ну в общем много чего можно проверить можно проверить совпадают ли списки друг с другом совпадают ли словари в общем достаточно большой диапазон есть этих функций которыми можно и нужно пользоваться ну вот в общем все что я хотел про модульное тестирование рассказать наверное есть ли какие-то вопросы зачем это нужно то есть я хочу чтобы точно было понятно что это нужно во-первых а во-вторых есть ли какие-то вопросы по технике нет это нужно в первую очередь для вас а не для кого-то еще для других тоже полезно бывает это называется отладка а не тестирование да а потом вам нужно поменять какой-нибудь я не знаю добавить изменить значение коэффициента или напечатать пользователю какое-нибудь сообщение или еще что-нибудь такое вы идете и все ломаете сами этого не замечаете во-первых во-вторых процесс отладки тоже становится иногда проще с использованием тестов вообще есть такая концепция которая называется ТТД ТТД тест о нет ТДД запутался тест-драйвен девелопмент называется она короче когда вы сначала пишете тесты а потом пишете код вот есть такой подход я его не очень одобряю но иногда это бывает полезно смотрите какой пример как бы из жизни вы пишете какую-нибудь программу например оптимизатор или еще что-то такое и вам нужно туда писать функцию ее производную да а при этом у вас там есть листик А4 где эта функция выписана вот так вот 100 строк потому что вы ее сидели или у вас там есть матлаб я не знаю или вольфрам который вам выдал вот такое выражение которое вы хотите вбить в код вы обязательно сделаете ошибку я вам гарантирую которую очень сложно отладить просто принтами поэтому я в таких случаях пишу тест который что делает он берет производную ее интегрирует численно и сравнивает что она совпадает с функцией ну потому что численно производные считать всегда большие ошибки да это численное интегрирование всегда меньше ошибки и это вот такой нормальный способ ну то есть при разных параметрах нормальный способ проверить что вы правильно вбили формулу например и этот тест остается потому что потом к вам придет коллега и скажет ой у вас тут вот ошибка и тут должен быть другой ксс с другим знаком вы полезете менять и обязательно что-нибудь сломаете а тут у вас останется тест и вы заметите что вы что-то сломали вот то есть это да 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 не ну все а есть то ли дается функцию что функция хочет не ну смотрите это в питоне же нет проверки типов нет компиляции поэтому если вы хотите проверить то ли получает функция то вам нужно явно вот как это у меня здесь сделано в этой и снейк вам нужно явно это сделать и внутри функции выбрать ошибку если вы хотите протестировать что у вас правда выбрасывается ошибка на все ошибочные входные то напишите тест на ошибку или например смотрите другой случай у вас может быть функция я не знаю вы пишете какую-нибудь функцию дев там плюс сумма есть встроенная нехорошо да а а а б да и который возвращает а плюс б она у вас упадет если вы туда передадите строку и число например правда вам скажут нельзя сложить строку и число type error вы это ошибка и вы можете протестировать эту функцию как что она падает если вы хотите чтобы она падала если вы понимаете да что это правильное поведение вы можете отдельно там никаких никаких исключений не выбрасывать вручную вы и так знаете что выпадет внутри вашей функции где-то возможно какая-то более сложная функция но вы знаете что в таких случаях у вас выпадает type error да вы можете сделать тест там type так сейчас я скопипащу что там было написано откуда копипастить self-righteous вот это по-моему type error можете написать type error message нам не нужен и что мы там делаем плюс один а да чем-то такое давайте проверим ой что-то не так has not attribute чё-чё-чё почему не понял а большую букву почему-то ассет неправильно вот видите она замечательно прошла прошел этот тест то есть вот вы вы знаете что у вас при таких входных выпадет ошибка это нормально ошибку вообще не надо бояться ошибки иногда очень помогают например ожидаете один вот получается другой да я понял делать кортеж вместо числа и он не падает а просто да это не приятно но здесь можно здесь можно придумать и какой-то автоматический тест ну то есть это же у вас где-то появляется если у вас появляется внутри библиотеки вы можете все равно это как-то отпустить попробовать значит где-нибудь у вас кортеж вернется если у вас куда-то кортеж засунули возможно откуда-то вернется вы можете вывод проверять в тестах. Вот. Ну, как-нибудь можете просто сравнивать, делать просто я не помню, есть ли если честно assert instance или что-то там. Ну, есть. В общем, в любом случае вы можете просто написать assert или там assert true из там instance. Это встроенная функция, которая является объект тем типом, который вы от него ждете. Я не помню, у меня правда какой-то порядок, что-то там. А, наверное, что-то такое. Будет работать? Будет. Ну, я это не в ту функцию написал, но просто мне нужно было где-то написать вам пример. То есть вы, в принципе, можете проверять каким-то таким образом того ли типа у вас объект. Есть еще одна штука на самом деле. В современном питоне, начиная с 3.6 это широко поддерживается, есть поддержка type hint of, как это по-русски сказать, я не знаю. Ну, в общем, объявление типов переменных. Вы можете опционально объявить, что у вас функция принимает это вот таким вот с индексом делается, что у вас функция принимает вот такого типа переменных. Но при этом в рантайме очень дорого проверять, ну, то есть во время запуска программы очень дорого проверять, соответствуют ли типы. и в реальности не проверяется во время работы. Но вот это вот объявление типов может помочь либо вашему текстовому редактору, либо вашему линктору, то есть специальной программе, через которую прогоняете свой код, который говорит, все ли там хорошо, заметить эту ошибку. То есть, например, какой-нибудь пайчарм умеет прям подсвечивать те места, желтеньким так, которые ему не нравятся, и которые он говорит, ой, вы, наверное, тут ошиблись с типом, и не того типа переменную передали. То есть, конкретно с типами, наверное, самый правильный способ это использовать вот эти вот type hint. Есть специальный модуль стандартной библиотеки typing, который содержит всякие дополнительные type hint. typing python, да, вот, который содержит всякие дополнительные type hint, типа, например, номер тут есть? Номер нет, есть, например, лист. Сейчас мы найдем. Вот, то есть, вы, например, можете сказать, что вам должен, что вот вы, у вас функция, которая принимает какой-то тип на вход либо int, либо float, а возвращает список из двух, ну, не скажешь, что из двух, список из такого типа. И ваш, там, пайлинт, по-моему, есть, нет, я путаю, я забыл, как этот популярный линтер называется, тут где-то, по-моему, написано было. Не помню, ладно, не важно. И ваш проверяльщик типов, либо какой-то внешний, либо встроенный в редактор, вам поможет найти эти ошибки. Я вот этим иногда пользуюсь. Вот, ну, я сотру. Ну, вот это только в новых питонах. Хорошо работает. 3.5 только-только начала появляться поддержка, хотя 3.5 уже не такой уж и новый. Ну что, еще какие-то вопросы? Про тестирование. Как? Так, что-то время очень много, не знаю, что сказать. Ну, вроде про тестирование тогда все. Я сохраню этот файл, я еще тоже положу. Иногда вам для тестирования понадобятся какие-то данные хранить, тоже их нужно в пакет там особым образом положить, это мы с вами разберемся. наверное, должно быть сложно. Так, ну ладно, давайте, может, попробуем сейчас что-нибудь еще сделать. У меня был пример по использованию классов, но я боюсь, что целиком я его уже не успею рассказать. Ну, хотя бы, может быть, частично как-то. Вы видите, что, вот, например, тесты совершенно невозможно писать без классов, потому что там используется всякая питоновская магия, завязанная на классах, там автоматически ищутся эти методы, которые запускаются. вам обязательно нужно ваш класс отнаследовать, как вы видели, через скобочки. Ну ладно, обязательно нужно отнаследовать вот этот кминитест тест-кейс, чтобы все, вот, чтобы все работало, иначе у вас ваш тестовый фрамзонт не разберется, какие классы у вас для тестов, какие не для тестов. Вот, и вообще, ну, примерно, достаточно длинные, которые я хотел сделать, ну ладно, может немножко хоть успеем. Вообще классы достаточно такая полезная вещь бывает. Например, бывает полезно завести класс, когда у вас есть много функций, которые принимают одно и то же что-то на вход. То есть, один и тот же набор аргументов. Удобно эти аргументы положить в класс, сделать его атрибутами, а ваши функции сделать методами класса. Ну, давайте какой-нибудь пример на эту тему придумаем. Пусть у меня был пример с этой, с проболической траекторией. Водится нам такой? Ну, давайте, что-нибудь супер простое. Предположим, у нас есть какое-нибудь уравнение, которое описывает, ну, как уравнение, функция какая-нибудь есть. которая вот так вот описывается. Очень просто, да? И на самом деле уже есть готовый класс для этого в нампаре с полиномами. Есть классная штука, которую можете фитировать полиномы и там корни находить. Ну, давайте что-нибудь сами на велосипеде, чтобы как бы попробовал до вас какую-то мысль принести. и у вас, соответственно, есть, у вас вот эта зависимость описывается тремя вот этими буквами ABC. Пусть у вас есть какая-нибудь там функция Y, вы можете передать Y, ABC, она у вас вернет ну ладно, не очень интересно, но тем не менее. Которая вернет вот это все. Что еще можно придумать интересно? Пусть у вас есть производная. Что там C не нужно, да, производной? Пусть у вас есть производная эта функция. Что она там возвращает? 2 умножить на умножить на X плюс B, правильно? Что еще может быть? Пусть у вас есть штука, которая находит экстремум. Как это написать? Y X не знаю. По-английски он так и будет, вы не знаете. Экстремум. Или вершина? Да, что? Да, ничего себе. Прикольно, я не знал. Чтобы найти вершину, что нужно? A и B только? Или что там? Что там? Минус? На 2, да? Что-то такое было. Нет. Ну, не знаю, можно еще корни, но корни это уже как-то более сложно. Там есть корни, нет корни. Ладно, я такой супермазовый пример. Значит, что объединяет все эти функции? То, что у них во всех достаточно похожие аргументы. Да? Мы, если у нас там есть какие-то ABC, чтобы нам найти, напечатать все эти штуки, нам нужно рутинно там все это вызвать. Ну, может, пример не совсем как бы убедительный, но на большее время нет. Может быть, в следующий раз, ну, в смысле, не прям в следующий раз, но вот, как-нибудь более развернутый пример приведу. Так, что-то я все одно и то же написал. Ой, все упало. А, потому что не то количество аргументов, да? Тут x не нужен, здесь c не нужен. Вот, в общем, все мы это можем сделать. Как чуть более красиво это сделать, сделать то же самое с помощью класса. Так, классы больших букв мы создаем класс, который, соответственно, на вход принимает вот эти штуки. А, С, да? Их все запоминают. Вот. В принципе, можно сразу, так как у нас вершина, да, уже не поменяется никогда. Сразу запомнить значение, что это, y, в общем, экстремальный y, да? Вот. И теперь мы с вами можем создать объект этого класса и просто у него спросить, а дай нам вот этот свой атрибут, который был заранее посчитан. Вот. Или дай нам, напомни нам, чему равно b, да? Если нам нужно сделать функцию, которая принимает вот этот x какой-то на вход, тоже никаких проблем. мы просто делаем метод, например, y от self и x и, соответственно, возвращаем, что там, self, ну, чуть больше писать с этими self-ами, ну, ничего страшного, plus self b умножить на x plus self c. И, соответственно, теперь мы можем вызвать метод от нашей функции, передав ему только одну переменную, только x. И, там, можем это делать в сто тысяч раз, и нам не нужно больше думать об этих abc, чему они равны. С одной стороны, с другой стороны, нам никто, на самом деле, не мешает эти abc поменять, хоть это не очень безопасно, потому что, если я сейчас поменяю pa на двойку, да, у меня бы должно было вот это тоже измениться, правда, по логике. Видите? То есть, мне нужно, мне недостаточно поменять одну из атрибутов, чтобы остальное не сломалось. Поэтому, в принципе, еще делают иногда так. Ну, можно делать по-разному, все зависит от задачи. Можно сделать такой хитрый атрибут, который на самом деле не атрибут, а функция. Это делается с помощью такого декоратора, про декоратор я еще не говорил, ну, бог с ним. Такого декоратора property. Декоратор это такая функция, от которой скрамываешь функцию, она возвращает тоже функцию. То есть, это штука, которая меняет поведение вашей функции. Ну, не буду подробно про декоратора. Суть такая. Смотрите. я могу сделать что там у меня было self минус b, да, на 2, я уже забыл. Вот. Смотрите, какая штука. И теперь для пользователя вот этот y extra это атрибут, а на самом деле это функция. то есть, видите, мы можем менять a после инициализации нашего объекта. И вот эта штука будет меняться каждый раз. Понимаете? ой, лишнее это поставил. Вот видите? Так, например, реализован в NumPy какой-нибудь shape. Да, вы же можете shape не забыть доски стереть, напомните мне. Хотя сегодня нет среди нас. А, можно стереть доски. движение, мне же сказали. Какой-нибудь NumPy, да, у вас есть массив, у него есть shape. Вот. И вы в этот shape можете что-то написать, помните? И у вас изменится размер, ну, не размер, форма вашего массива. То есть, тут происходит то же самое. Или наоборот, вы делаете вашему массиву resize, и у него автоматически меняется shape. Почему? Потому что на самом деле shape это не атрибут, а вот это property. Такой атрибут, вычисляемый атрибут. Не нужно этим злоупотреблять, потому что пользователь ожидает, что если он берет атрибут, то атрибут всегда быстро берется. То есть, не должно быть так, что пользователь берет атрибут, а тот два часа считается. То есть, лучше тогда сделать это просто функцией с пустыми скобочками. Да, вызовом функции. То есть, просто вот такой вот функцией. Тогда тут нужно ставить скобочки. Вот. Ну ладно, надо, наверное, уже потихоньку заканчивать. Это такой супер базовый пример, который не показывает всех достоинств, зачем нужно писать классы, но тем не менее, я надеюсь, что вы задумаетесь, может быть, об этом и начнете больше их писать. Попробую, если как-нибудь будет время, еще какой-нибудь пример тоже простой разобрать на эту тему. Ну, вроде все, что я хотел рассказать, даже чуть больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!